можно ваши документы болотные? я прямо ехал никого не трону еще за еде надо просто матью применять давайте думаем ну вообще как бы да 800, там 750, ну там 50 метров разница первый остров это вот тут какая-то писька была мелкая да хер его знает что ишь, дорога пошла поэтому есть надежда, что адски круто забрать она не может не, ну бесконечно круто не может ну все, заколебался, лопату отдай смотри какой он какой целеустремленный и выйти через три часа после него тоже хорошей асфальтовой дороги а это брусчатка? да, каждый из ребят что-то потерял на этом переходе у Данила исчезла перчатка ну во-первых я их нашел как нашел, шел-шел и на Байкале нашел да, именно так, только не на Байкале, а в Норвегии Жора, что там потерял, ремень, нет? пару килограмм веса надеюсь, что только пару килограмм пару килограмм веса и девственность да, этот лес не выглядит девственным по-моему он нас круто поимел я лишился шатуна его вырвало начисто придется теперь бинтами приматывать одну педаль к ноге и крутить одной ногой у Макса вырвало педали одну, да? с корнем у Антона вырвало две педали две педали и разорвало седло он сделал новое седло из пенки мы на Байкале если вдруг кто-то не заметил просто это остров Альхон самая его, так сказать, серединка дело в том, что на Байкале не очень нужен GPS в принципе ориентирование визуальное вы можете взять карту мира посмотреть где Альхон где там расположен хужир а можете вообще, ну так, без карты по Байкалу ездить заблудиться по описанию да, достаточно сложно ну, бывают моменты там с пургой, шмургой но просто эти моменты нужно пересиживать а вот когда вы заходите уже в серединку леса то ориентироваться как бы и нужно но оно тоже достаточно простое ориентирование если у вас есть карта-километровка то по ней все понятно даже без компаса тут дорог не так много дорога либо влево, либо вправо но традиционный вопрос всех участников группы сколько мы прошли и как далеко нам вот на него как раз и дает ответ GPS и вот он показывает, что прошли мы все да вообще ни хрена не прошли буквально сейчас прям возьмем ну прошли чуть полтора километра может быть максимум от берега если переход по шатуну то у меня шатунов только на три перехода осталось и одна дырка от бублика вон да, на даунхиле что-то педали не нужны и седло тоже знаете, что в целом современный GPS он весьма полезен и классный а я что-то его случайно выключил с ним удобно ориентироваться он на самом деле помогает конечно он не исключает того, что вам нужно знать топографию нужно ориентироваться по карте нужно понимать сколько за час вы проходите по разной местности нужно знать что такое там горизонтали на карте азимут и прочие-прочие вещи топографические знаки к предыдущему видео по GPS было много критики типа нахера эта вообще штука нужна за адские деньги ее покупать если мой телефон за 3000 рублей с андроидом умеет ориентироваться и с ОЗИКом он прям строит маршрут блин включите свой телефон при минус 10 градусах засуньте его потом в морозилку и посмотрите что с ним станет если он вам вдруг поможет при минус 10 градусах ориентироваться то забудьте о GPS и наслаждайтесь мобильной связью точнее насладитесь связью и не только мобильной опасно да скорее всего у вас получится половая связь с вашим телефоном во время реально сурового похода причем он будет доминировать да и причем удовлетворен будет только телефон а вы ебаные мы это запикаем так же? хахахахахаха что складно Хахахахахахах снега не реальное количество просто можно охренеть Кажется, я вроде не в лыжный поход пошел, а такое ощущение, что именно да. А в лицо ему ветер, и снег, и град, и болит, воротися назад, и упалый болит, и лежит на снегу, я дальше идти не могу, и вперед поскакалый болит, и одно только слово твердит, лимпопо, лимпопо. Лимпопо к подъему, и так, не слабо отбирающему силы, еще прибавилась трапежка. Вот же, блин, скучно, да, было по Байкалу нам ехать? А сейчас, блин, веселье. Можно ваши документы. Чуть-чуть не дотянули до места обеда, буквально пару, не знаю, там пару сотен метров не дотянули, кто знал. А тут вот такой столик, навесик, смотрите, ленточки повязаны, ну, явно буряты, наверное, это как бурхан считают. Ну, это перевал, кстати, это обозначает. Ну, это еще не доход до перевала, может, это доход до крутой части. Но, судя, видите, по тому, что здесь канистра, какие-то железные такие детали есть, соответственно, с большой вероятностью сюда доезжает автомобиль. Ну, и отсюда видно, пошла такая широкая дорога, относительно пологая. Хотя, конечно, для велосипеда она ничуть не проще и все равно заставляет нас катить в велики. Камрады, несколько минут назад я вам рассказал, как выбрать велосипед. Сейчас после подъема более 100 метров с набором и трапежкой по колено, я вам скажу, в одно место велосипед идите пешком. Нахрен вообще велосипеды. Пешком, байдарка, автомобиль. Да лучше погамайте, в конце концов. Велосипед это ад. Кажется, добрались до перевала Ольхонского. Набор высоты составил 415 метров. И по времени это у нас заняло, ну, где-то около двух с половиной чистого ходового, наверное. Но очень тяжело. Такой тактический секрет. Если вам предстоит долгий пеший переход с велосипедом, например, катить его в горку, ну, или катить по какой-то непроезжей тропе по лесу, то очень грамотно снять педали заранее. Что мы, собственно, и сделали. Теперь их ставим на место. Во время такого драйвового спуска настоящие мужики еще находят время полюбоваться красотами. Вот Данила увидел какой-то волшебный свет. На самом деле он уже ушел, по-моему. Но, тем не менее, вон он там сидит, пытается заснять шедевр. Мой красивенький костюм. Весь из говняка. Это, конечно, очень печально. Но такова доля многих райдеров. Короче, все теперь вшить. А то мы были такие идеально белоснежно-байкальские. А сейчас рюкзаки, вся одежда, все в мясо. И вот он Хужир с восточного берега. Мы подъезжаем именно с восточного берега к Хужиру. Не многие это делают. В основном все приезжают либо по дороге, либо по морю. Мы же пересекли горный хребет, который находится на Ольхоне. Прошли через перевал и попали прямиком в Хужир. Ну что, ребята? Что это за подъем того? Да. Да. Да, детка, спуск вообще прям. Конечно, мы все изговняканы. Посмотрите, кто? Самый изговняканы. Нормаааа. Два раза опаснее. Скорость была бы выше, да. Максим 4-й тел. Так что, кто будет на Ольхоне, вдруг будете с велосипедами, сходите радиалочку на тот берег и катните весь этот спуск. Вот так вот. Почему здесь забрасывают на машинах, потому что чуваки уже съезжали. А, да, да, да. Они скорее всего не поднимались, они столько спускались. Да, можно действительно заброситься на машинах и катнуть. Чистый такой дед. Итак, высший пилотаж в исполнении команды Байк Байкал. И давайте пора-пора-порадуемся на своем веку. Развалился строй. Как они это делают на Миг-29 вообще непонятно. Как они открываются в веке не раз живем. Персик во пуди. Опять скрипит потертое седло и весь.. Если происходит стаскатный звук.